Здравствуйте, уважаемые коллеги! Я рад приветствовать вас на наших очередных открытых эфирах, которые проходят каждый будний день в 11.00. С вами Турепаев Достанер Истанович, преподаватель Международной педагогической академии дошкольного образования. Сегодня я предлагаю вам обратить внимание на тему воображения. Что же такое воображение и как его можно развивать в дошкольном возрасте? В связи с технологическим прогрессом, актуальность развития воображения у детей дошкольного возраста является значимой. В современном мире часто звучат такие понятия, как креативность, нестандартное мышление, различные подходы к их развитию. И это неспроста. Современный мир сейчас наполнен различными гаджетами, технологией, цифровизацией. И человеку, который находится в такой сфере, необходимо действовать в незнакомых ситуациях. Воображение как раз таки позволяет человеку в некоторой степени ориентироваться в таких областях и создавать для этих областей что-то новое, полезное для пользования общего для человека. Однако четкого определения понятию воображения до сих пор не существует. Однако уже есть различные виды воображения, которыми пользуются ученые, психологи, авторы для написания статьи, публикации и так далее. Какие же существуют виды воображения? Существует активное воображение и пассивное воображение. Когда мы говорим о пассивном воображении, это могут быть преднамеренные действия сознания. Это грезы, мы их называем грезы. Также непреднамеренные действия сознания, сновидения или галлюцинации. Когда мы говорим об активном воображении, существует следующий вид активного воображения, называется он воссоздающий. То есть это создание образа на основе описания. Ну, например, скажу я вам, представьте березу, которая стоит в поле, и вокруг березы бегает белый зайц. Я думаю, все из нас смогли это сделать, представить эту березу и белого зайца. Вот, мы сейчас воспользовались воссоздающим воображением. И также существует творческое воображение, имеющее целью создания совершенно нового образа, без опоры на образец. По мнению некоторых авторов, творческое мышление, творческое воображение, является основной характеристикой одаренности человека, личности. При высоком уровне творческого воображения, человек способен создавать новые образы, что-то новое, необычное, находить нетипичные ответы на различные задачи, или находить решение проблемы нестандартным образом для общества. То есть, ориентироваться в незнакомых, как я уже говорил, ситуациях, находя новые решения, которые человек, другой человек, например, искал бы другим способом, нестандартным. Специфика формы организации воображения заключается в том, что в воображении происходит слияние предметного содержания одного объекта с предметным содержанием другого объекта. Эту особенность можно увидеть в игровой деятельности ребенка. Вот, например, Ольга Михайловна Дьяченко приводит слова Льва Семеновича Выгодского о двойном кодировании. И вот Львов Семенович Выгодский говорит, ребенок, например, в игровой ситуации плачет как пациент, но радуется как играющий. То есть, в данном случае он держит две области, две роли, соединяя их, он пытается воображать, создавать что-то новое. Вот таким образом, специфичным для формы организации воображения является и выступает трансформация одного объекта, соединяя содержание и трансформируя его с другим объектом. Ну, это вот, если в простых словах сказать, что же такое воображение. И в данном контексте я бы хотел порекомендовать вам специальные пособия, которые как раз таки предназначены для развития воображения у детей дошкольного возраста. Эти пособия входят в серию книг путаница в различных областях. Есть путаница в океане, путаница в мире динозавров, путаница в деревне и путаница в джунглях. Давайте поподробнее обратим внимание на каждую из них. Вот, например, путаница в океане. Вы сейчас можете перед собой увидеть данную книгу, пособия. Смотрите, эти пособия представлены в 3D-варианте. Внутри, в каждом из книг, вы встретите 3D-модель животного. И они разделены специально. Я вам чуть позже объясню для чего. На каждой странице можно увидеть подсказку, видеть стихотворение на каждое животное. Каждое животное озвучивается так же. Давайте продолжим. Следующее пособие путаница в мире динозавров. Вообще, тема динозавров для детей всегда тревожащая, актуальная. Дети любят обращать внимание на то, какие животные жили до человека. Особенно их удоражит размер этих животных, какие они большие были, огромные по сравнению с ребенком. Они такие огромные, как дом, они говорят. И вот здесь, на страницах пособия путаницы в мире динозавров, вы можете встретить самых распространенных жителей этого мира. Так, следующие путаницы в деревне. Тоже актуальная тема, особенно для детей, которые проживают в городе. Многие из них не видели корову. И вот на страницах этого пособия можно встретить 3D-модель коровы, курицы или хрюшки, например. Ну, собак, наверное, все уже видели. Вот, коза, также представленная здесь, козел. И то же самое, вот можно встретить на каждой странице загадку каждому животному. То есть, очень интересные пособия для детей и раннего дошкольного возраста, раннего возраста и дошкольного возраста. Так, и кто сказал хрю, путаница в джунглях? Сейчас я вам продемонстрирую данное пособие, так как оно у меня присутствует дома. Вот это пособие у меня есть. Кто сказал хрю, путаница в джунглях? Открывая ее, мы можем сразу увидеть кого? Крокодила. И здесь даже есть вот стихотворение «Отправляюсь на охоту, я в любимое болото, закрываюсь ловко в тину, виден лишь наполовину». Кто же это? Это крокодил. Класс-класс, здесь написано вот с правой стороны пособие «Крокодил». Ну, а здесь различные животные также представлены. Дальше у нас, по-моему, у нас, да, бегемот представленца. И каждому вот бегемоту под листочком можно встретить стихотворение, характеризующее это животное. Так. Вот, например, здесь. Ну, то есть на каждой странице. Но, чем же все-таки интересны эти пособия? На самом деле, здесь, помимо того, что мы знакомимся с животными, проживающими в джунглях, мы можем эти животные и трансформировать. Как я уже говорил, содержание, предметное содержание одного объекта соединять с предметным содержанием другого объекта. Вот сейчас попробуем мы на основе этого пособия вообразить животное, которое было трансформировано. Например, бегедил. Кто же это такой бегедил? Это половина бегемот, половина крокодил. Таким образом, мы учим детей соединять предметные содержания, развивая свое воображение. Вот представьте такое животное. Здесь на каждой странице представлено по одному животному, в итоге их в сумме получается пять животных. Но, соединяя одно животное, название одного животного с другим, мы получим гораздо больше животных. Например, орангупард. Это половину орангутанг, половина леопард. И он говорит уарр. Ну, то есть, как он говорит, мы тоже можем трансформировать. Вот, например, у нас тоже животное. Кто это у нас? Тупард. Это половина тукан, половина леопард. Как он будет представлен? Вот таким образом. То есть, дети очень любят представлять животных, соединяя их силу, ловкость, высоту, размер и так далее. Может быть, рык. Но с этим пособием ему будет гораздо легче ориентироваться. Гораздо легче ему будет представлять этих животных. Вот такие животные. И они могут даже, например, если вы играете с ребенком, они даже могут немного поклацать. Клацать. Если вы будете двигать книжку вперед, то есть у нас птичка будет клацать. Хря-хря. Хрю-хрю. Вот такие вот у нас интересные пособия. Есть представлены на сайте школы семи гномов. Я вам сейчас ссылочку отправлю на него. Пройдя по ссылке, вы сможете найти эти пособия для детей рекомендованных. Там 0 плюс написано. Но на самом деле для детей раннего возраста здесь нужно будет смотреть на характер ребенка, так как многие дети, увидев такую вот мордашку, захотят ее оторвать. Поэтому надо быть осторожным с ребенком, который хочет оторвать это пособие. Оторвать, например, класс-класс для крокодила. на страницах школы семи гномов вы можете встретить все четыре пособия. Они очень интересны и подходят для детей. Ну, полтора, наверное, полтора плюс. Особенно интересно для детей двух-трехлетнего возраста. Как раз в таком возрасте начинает активно развиваться воображение детей. Конечно, сначала мы учим детей образу самого крокодила, бегемота, тукана, леопарда. Сначала этому. А после уже, после того, как ребенок освоил эти образы, мы уже можем их трансформировать. Так как если вы начнете это делать сразу, вы можете нарушить у ребенка представление различных животных. И после этого он будет встречать проблемы с описанием различных животных или с представлением их в своем сознании. Поэтому, конечно, изначально мы формируем образ. После этого образы могут быть трансформированы. Ну, на этом я хочу вам сказать спасибо большое, что сегодня были с нами. Надеюсь, информация, которую я вам предоставил, была полезной. Желаю вам творческих успехов, воображения, креативности и развития всех этих способностей вашей деятельности. Всего вам доброго. До свидания. Продолжение следует...